так я уже даже вижу не буду называть кого знакомые лица очень хорошо надеюсь эти лица сегодня будут более счастливые и радостные на первом нашем вебинаре дорогие коллеги мы рассматривали вопросы связанные с организацией управления онлайн обучения в образовательной организации мы научились быстро строить категории подкатегории из факультетов направлении подготовки семестров учебных групп преподавателей кафедр это мы научились и эта работа больше касается технических работников организаторов дистанционного обучения для этого нужны учебные планы видно но мы и вот нашей группе союза профессионалов дистанционного обучения все чаще видим что преподаватели перегружены перегружены и это мешает и родителям и обучаемым родителям тоже естественно уча участвуют мешает всем я в первую очередь нашим семьям мы бросили все занимаемся только этим онлайн обучением и вот такой небольшой лог-лайн вы видели в тексте лог-лайн это краткая трига краткое содержание того что будет фильме или в каком-то мероприятии вопросы вебинара вы сейчас также заранее видели я их вам рассылал и вот давайте по привычке как мы это делали прошлый раз попробуем вместе сформировать так называемое облако проблем я сейчас не буду писать свою заготовку вопросники попробуйте сами в чате или голосом формулировать главные проблемы которые у вас появляются при создании и применении онлайн курсов или онлайн сервисов для онлайн обучения и так вот варианты этих проблем я уже написал ничего не понятно долго открывается вы умеете читать видите этот экран а у вас какие вот и горсала спасибо пропускная способность сети звук видео тормозят еще какие проблемы мы их не будем просто собирать и складывать куда-то на полочку мы будем пытаться с вами решать пока вы пишете еще про проблемы я скажу про эту способность пропускную как ее увеличить у меня есть но я уже старенький у меня есть дача но некоторые живут просто тех местах где интернет слабый советую подумать про антенны не мэ есть такой стандарт яку поисследовал потратил время разные варианты сравнил встречался с некоторыми поставщиками миме даже без мачты просто на столе такая робко квадратная антенка стоит я подсоединил интернет стал летать вот это папа пропускной способности подготовка так ограниченная функциональность бесплатных средств какая функциональность вас интересует дорогая елена попробуйте сформулировать то ли вебинары то ли тесты то ли сбор оценок ведение журнала посещаемость успеваемость уточнить они естественно есть хотелось бы уточнить подготовка качественного контента очень быстро сделать невозможность пишет коллега сорочкина буквально сегодня с юлией аревны общался на эту тему наверное вы видели наш ролик от кати гордон где она против дистанционного обучения все это не надо все это ужасно надо выбросить компьютеры смартфоны телефоны все это надо живое общение а ведь проблема то в том что контента действительно нет я писал если бы каждый делал свое если мы умели кооперироваться взаимодействовать один пишет тесты другой презентации по одному и тому же предмету кто-то просто варит кофе условно говоря они объединяются и создают себе экономию и время чтобы что-то сделать конечно это лучше сделать централизованно на уровне государства как в векобритании школах заранее вот эти комплекты для педагога подготовлены он может дополнять что-то свое но в основном у него все уже готово только обучать вот к этому нам должны подойти посмотреть возможно ли это я считаю да это возможно так ограничение по количеству учащихся ограничение по времени вот сразу говорю игорю салову если мы говорим про мудо на котором на мере которую мы будем эти проблемы решать там количество обучаемых не ограничено по времени не ограничено если вы говорите про зум то да или какие-то там платные сервисы но есть и google google решения например для вузов можно получить бесплатно хочу стать разные звуковые эффекты сам могу но нет никого искать в помощь звукорежиссеров обратитесь ко мне или напишите в группу есть про программа камтазе где можно любые визуальные и звуковые эффекты пока все нормально пишет коллега под номером последние три цифры 683 поделитесь с нами это этим опытом или стать нашим экспертом как оптимально выстроить техническую поддержку это чат чат бесплатный который можно ставить на все страницы от компании zendesk но на одного оператора на нашем сайте работы без укоризны даже если он ушел на обед или спит ночью то письмо заявки придет ему на почту ну и конечно нужны люди специалисты профессионалы которые будут это сопровождать почему такое сильное эхо коллеги про эхо скажите пожалуйста если эхо может быть у вас включен еще фейсбук может быть там эхо вот нормально спасибо лнн микрофон колонки а в мирополисе звук из мирополиса коллеги можно уйти у нас еще в мирополисе 67 коллег мне пишет а вот я еще там почему мирополис потому что у нас а вот разрешение извините не дал разрешения добрый день от елена евгения добрый день рады вас и так с эхо разобрались все нормально микрофон колонки а еще в мирополисе идет мой звук и так разобрались как создавать тесты как проводить на какой платформе как в тесты вставлять картинки спрашивает юлия хорошо вот этот момент наверное мы посмотрим практически какие еще проблемы какие еще проблемы вот техническую мы рассмотрели техническую я показал как можно форме чата создавать и как оптимально выстроить техническую первую линию вторую давайте сразу буду на вопрос отвечать первая линия это обучение основам пользователей как войти как зарегистрироваться можно сделать поясняющие ролики и обязательно чат вторая линия если я понимаю вашу мысль как обучаться где посмотреть оценки это должно быть во первых очевидно интуитивно понятно во вторых это должно сопровождаться теми людьми которые непосредственно или обучают преподавателя в этом курсе или также техническая поддержка оказывает еще и методическую помощь должен быть человек который подготовит инструкции и тот который будет отвечать дополнительно на дополнительные вопросы вот на этом сайте который вы сейчас надеюсь видите на экране вы видите экран да мою мышку ну вот как раз все есть можно ли подгружать аудио видео файлы на примере moodle легко методом drag and drop коллеги а мерополис закрываем дрэган дроп перетаскиванием из вашей папочки в сам курс тут же вставляется с таким же названием мы это тоже посмотрим ну что поступило пока пока что два вопроса подгружать аудио и видео я показывал это на первом вебинаре покажу сейчас еще раз это очень легко делается подгрузка подгрузка аудио и видео и второй вопрос тесты пока больше проблем нет коллеги просят а про извините я буду постоянно поступать заявки на получение на подтверждение новых участников так я вижу ваши лица у некоторых это хорошо и так что мы делаем сейчас мы теперь попробуем решить вот это мы составили облако проблем оказалось но не такое уж и большое я не стал делать опрос сам у вас спросил больные точки оказывается их и немного так андрей спасибо подтверждаю ну что давайте рассмотрим быстренько решение этого вопроса и для этого нужно пройти авторизацию я авторизацию уже прошел это lms moodle она выглядит необычно не обращайте на это внимание это просто наш дизайн такой он может быть у вас другой но для того чтобы посмотреть как это работает давайте я зайду какой-то уже готовый курс как преподаватель он пустой точнее даже уже что то есть вот это с первого вебинара осталось вы видите сейчас как был размещен контент презентация и видеоролик вот он дорогие посетители портала вот так вот видеоролик загрузился на нашем первом вебинаре для того чтобы добавить еще новые какие-то элементы видео аудио файлы любые другие файлы нужно включить режим редактирования вот курс перешел режим редактирования для преподавателя у студентов этого учеников этого нет открываете свою папочку с вашими файлами так ну вот опять видео хороший вопрос хороший вопрос так принимаю всех спасибо андрей принимаю всех ну вот допустим а звуковой а mp3 это звуковой файл сейчас расскажу евгения про тему перетаскиваете туда куда вам нужно куда вам удобнее этот файл и загрузить пошла загрузка этого файла хотите еще добавить пока этот загружается это не быстро вот допустим у вас какое то есть видео вы хотите его разместить в теме 2 и загрузить и загрузить так спасибо андрей наверное тогда мирополис там отключу звук чтобы не было эхо и все спасибо итак вы видите как идет загрузка у меня еще интернет подгружается зумом еще и фейсбук там поэтому идет не так быстро а теперь я отвечу на вопрос евгения евгения эта тема называется new learning она стоит 79 долларов по рейтингам она самая популярная самая часто покупаемая у нее пять звездочек по максимуму и она нам очень нравится звук пропал но если вы наши клиенты нашей компании директ медиа вот нашего центра мы вам сделаем бонус у нас две таких коммерческих темы вторая называется вторая называется забыл название короткое а вот тут где то есть вот она new learning вот даже темы можно менять прямо прямо на сайте classic или boost две темы для наших клиентов в виде бонуса вашим организациям мы можем предоставить пропал звук минуточку минуточку пропал звук так коллеги мой звук появился да и появился звук не знаю сколько вы там пропустили так принимаю еще коллег и снова начинаю демонстрацию экрана демонстрацию экрана сейчас меня слышно надеюсь так где чат так слышно я вижу индикатор заработал из мирополиса я пока не ухожу и так вы видите а сейчас включу еще раз вот вы видите снова мой экран да слышно звук появился где эти ролики ну-ка вот они еще перезагружаются вот этот звуковой файл появился его можно прослушать так здесь по прежнему коллеги подходят при нем опаздывает но ничего вот этот файл звуковой а вот купил там по моему две скрипки две ланчели жулик вот этот звуковой файл не знаю какой и вот этот ролик тоже загрузился видите все работает это ответ на вопрос как можно легко и быстро загрузить файл на страничку курса где обучаются ваши студенты следующий вопрос был связан с тестированием так для этого я заранее сценарий не готовил я по сценарию хотел другое показать совершенно но сейчас я вам покажу лайфхак я обещал я это сделаю причем вопрос был связан именно с тестами и именно с картинками так сейчас я его вам покажу загружается вы знаете эксперты которые давно работают с Moodle знают сколько времени уходит на составление теста кстати напишите сколько из вашего опыта для тех кто работает с Moodle сколько времени уходит на создание одного тестового задания вот еще спрашивает Евгения спасибо Евгения похоже вы идете на приз надо вам приз вручить за конструктивные вопросы на одно тестовое задание коллега Ольга говорит две минуты я соглашаюсь а если там это простейший множественный выбор где нет картинок есть к примеру четыре варианта ответа а если картинка а тест из двадцати заданий полтора часа вот я сейчас вывожу на экран скажите что вы этот шаблон видите я сейчас показываю этот шаблон убираю лишнее а вы напишите что видите видно почему этот шаблон мой Белоножкина я где-то года два или три назад искал решение для плагина который позволяет в Moodle импортировать тестовые задания с картинками с формулами химическими, математическими, чем угодно оптом одним кликом мыши но я не нашел сам шаблон в Word я мучился там для разных старых версий Windows где-то десятая версия где-то восьмая или седьмая и когда я нашел этот шаблон я даже не помню где я его нашел и у меня получилось я его назвал вот так в моей версии он на русском языке давайте посмотрим из чего он состоит быстро дело в том что заполняя этот шаблон в Word а заполнять можно без Moodle любой преподаватель или даже студент или кто угодно у меня обычно с этим работают студенты не информаты сами готовят это работники студенты работники не они их проходят они работают получают зарплату за то что помогают такие задания выполнять здесь имеется несколько готовых вариантов заданий одно из них называется эссе если оно не нужно вы просто его из этого шаблона а вы получите те кто захочет получите его вы просто его удаляете но сам шаблон очень простой вот это увидит студент в тесте за это получит отзыв спасибо за работу это шаблон и оценку по умолчанию один балл все вот готово этот шаблон дорогая евгения работает для любой темы Moodle и для любой версии вопрос на соответствие здесь также один вы можете если делаете их несколько копируете control c control v я вот это движение недаром использую потому что я убедился еще один лайфхак многие коллеги обученные самоучками когда-то используют правую кнопку мыши вот это вот а я нажимаю не знаю видите мою камеру сейчас это клавиатуру вот это движение вот я показываю control кто-то будет смеяться что это такая вот control c вот и control v рядом вот это движение control c control v экономит вашу энергию включается не только правая рука одно полушарие но и левая рука происходит разгрузка мозга и когда вы много действий таких выполняете запомните вот эти движения мизинцем нажать клавишу ctrl control на клавиатуре а указательным или control c или control v копировать ставить копировать и проделать это упражнение раз 20 как в армии и вы запомните это упражнение да не это модно не модно это рационально дело не в моде если вы намекаете что многие работают правой кнопкой мышки в силу своей низкой квалификации но это не сложное действие но рационально это вот такой лайфхак продолжаем кстати еще я увидел вот это переключает по нижней панели ищет где там от окна комбинация клавиш alt плюс tab вот я сейчас показываю может видите она позволяет не отпуская клавишу alt переключаюсь между окнами выбираю то которое мне надо потому что это все время пока мышки найдет откроет потом другое я увидел это недавно очень серьезная уважаемая коллега очень крупным можно сказать всемирно известным вузе российском вот это мучается причем ее муж ругает она все никак это не освоит но это лайфхак это ваше время продолжаем извините Андрей спасибо и к нам еще подключаются коллеги вот это вот кстати я что-то неправильно сделал что приходится все время подключать о спасибо звук вот меня поддерживает только видимо она эксперт изучите если надо вот нашей группе я напишу все эти клавиши специально которые ну раз в двадцать сокращают трудозатраты быстрее работ вопрос на соответствие вопрос на соответствие очень простой за него балл в мудл поставится один балл слева пишется некое определение один и ему соответствие тоже один заполняется в верде и в верде вот эти перемешанные варианты вопрос на соответствие будет так если вы хотите его продублировать то просто выделяете мышкой я еще выделяю без мышки вот так вот очень люблю видите нажал клавишу shift и выделяю что-то потому что мышка тоже напрягает ctrl c и вставляете куда надо повторяете если здесь вариантов мало вы просто правой кнопкой мышки добавляете сюда строку ниже вот и пишите другие варианты столько сколько хотите штраф за каждую неправильную попытку можете оставить такой который чтобы отменить это действие ctrl z вот я делаю это на клавиатуре это не хвастаюсь я делюсь лайфхаками которые кому-то кажутся смешными а для кого-то это надо освоить потому что времени очень мало следующий вопрос в этом задании сам вопрос пишется коллеги вот тут вот тут то что увидят студенты это отзыв так это а это продолжение вопроса на соответствие извините word здесь продолжается давайте уберу эту двойным щелчком не могу не могу убрать но это продолжение вопроса и за каждые правильные неправильные он пишет уже готовые ответы вы их можете отредактировать вот это уже то что спрашивала евгения вопрос с картинками например вы здесь пишите свой текст и вот тут в word вы вставили картинку это образец он будет в шаблоне который вы получите его можно редактировать его можно удалить вставить свою картиночку это лишь пример тут может быть что угодно так в том числе и формула из верда в верде вы знаете можно работать с формулами вставлять формулы в Moodle тяжеловато я до сих пор так и не понял мне это и не надо было там специально есть редактор формул но вот здесь вы можете спокойно это делать и в этом задании тестовом также могут быть картинки вот вариант с картинкой обратите внимание что сумма правильных вариантов должна быть всегда равна 100 баллам кто еще об этом не знает поэтому 50 процентов за один правильный вариант 50 за другой обязательно и здесь уже готовый шаблон это комментарий это верный вариант все неправильные вы ставите или 0 или минус 50 процентов или другое число это отдельная тема как оценивать но самый простой вариант такой вот и еще один вид тестового задания тут еще тестовое задание где только один правильный вариант ответа в этом шаблоне здесь вы пишите тоже копипастом из своего верда вставляете вот сюда из вашей лекции или методички хвалите я обычно говорю умница можно подруг другое слово написать и короткий ответ в этом тесте который обычно я всегда удаляю это нужно написать за вопрос который написан здесь нужно написать ответы например Пушкин в большой буквы или Александр Сергеевич Пушкин или АС Пушкин причем за АС чуть похуже оценочка вот это все правильные варианты вы их тут прописываете если он написал с ошибкой например с маленькой вы можете ему дать в этом тесте замечание но все равно это тоже правильный ответ и если вы хотите за любой неправильный ответ чтобы он там не написал Билиберду поставить ему ноль баллов просто вставить ставите звездочку за нём получит ноль ну теперь теперь наверное вы скажете ну и что ну файл с вердом а как его теперь вставить в сам курс давайте мы это сейчас посмотрим для этого в Moodle вот коллега Сорочкина хозяйственная коллега считает что в хозяйстве такой шаблон нужен это действительно мучение я вам скажу больше есть обратная задача когда эти тесты из Moodle можно перетащить обратно вверх когда мы к рабочей программе дисциплины обязаны предложить контрольно-измерительные материалы нам не надо их перебирать заново мы просто делаем экспорт давайте посмотрим банк вопросов вот они вопросы в Moodle которые мы обычно создаем ручками вот это вручную вот 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 вручную давайте это у меня уже были эти вопросы я их удалю это те же самые это показывал коллеги как работает вот я их удалил и теперь просто напросто я нажимаю на импорт так удалить да вот он их удаляет и вот здесь импорт неужели заработает получится или не получится он будет работать только тогда давайте сделаю покрупнее вот нажал на клавишу control и вращаю колесико мышки увеличивая масштаб вот эта кнопочка формат таблицы Word 2010 это плагин бесплатный который можно поставить на любую версию только не ошибайтесь именно вот этот формат Word его надо его надо загрузить да вот он уже просит где же этот файл можно через длинный путь а можно drag and drop вот так вот раз вот этот наш шаблончик и уже ждет импорта но давайте посмотрим что тут за настройки категории тесты они еще бывают разбиты по категории например тесты по теме 1 по теме 2 тоже в Moodle есть не буду сейчас отвлекать ну допустим без категорий выводить ошибки оставляем все нажимаем импорт и смотрим с ужасом пройдет не пройдет наше ура прошло то ли у вас шесть вопросов то ли 600 он спокойно импортирует из Word ваши файлы вместе с картинками и с формулами и вы видите какие то вопросы да вы их уже знаете тут и Пушкин и так далее продолжить и все и все вот они вопросы появились в банке вопросов и вы можете их использовать ну например давайте посмотрим любой из них предварительный просмотр он действительно работает вот видите и картиночка тут в тесте есть моя такая учебная картиночка и в вариантах ответа картиночки и вот они есть все есть отправить и завершить то и задача решена я хочу посмотреть на ваши вопросы нужно еще пару человек спасибо так вот тут что-то что-то я с зумом пока забыл приходили все подряд ну с одной стороны я боюсь что придут какие-то там эксгипиционисты с другой стороны никого не боюсь мы люди все взрослые но вот это вот постоянное ручное добавление надо наверное убирать экспорт импорт да вы можете сделать экспорт вот все этот работает вот так 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 отправить и завершить вот он сейчас проверит это тестовое задание и вот он пишет наши комментарии сколько баллов половина из един из одного то есть вот еще и подсказывает где верные хотя это не всегда нужно подсказывать но это уже другой вопрос по эксплуатации муд и так мы увидели что работая с одним вердом даже без интернета например на даче мы можем спокойно по нашему учебнику создать самые лучшие тестовые задания а потом когда будет интернет импортировать главное это шаблон и на его и на его да вот просто взять этот шаблон не меняя ничего там есть скрытые коды вот это важно надо просто копировать вставлять редактировать сохранять и все да запись будет пожалуйста пытайтесь запись ведется и в фейсбуке тоже идет наша трансляция посмотрим что у нас в фейсбуке гляну может там вопросы у коллег есть нет вопросов нет в принципе все слушают здесь так Елена Гайдукевич так мне надо наверное Андрея попросить стать моим помощником чтобы он включил Андрей вы здесь и вы будете о вот надо было сразу включать одного помощника который бы включал всех приходящих так коллеги посмотрю какие вы еще у вас были вопросы я хочу так шаблон я дам всем участникам мы опубликуем мы в союзе вот профидо я положу этот файлик союз профидо это группа в фейсбуке кто еще не знает там очень легко общаться вы можете получить у меня про доступ по группам был вопрос коллеги по группам хорошо не всегда вот мы в прошлый раз говорили о том что курс который был подготовлен для приема там девятнадцатого двадцатого года он с одной стороны должен оставаться в доступе и второкурсникам которые там учились и с другой стороны он может измениться для другого учебного плана и некоторые преподаватели пытаются через группы в один курс и эту группу и другую группу вводить хотя они на курс отличаются лучше клонировать курс пустой без оценок без истории клонировать для следующего года приема а вот когда в группе в курсе действительно есть разные группы допустим два педагога ведут иностранные языки там есть подгруппы то можно создать эти группы следующим образом в настройках курса пользователи группы вы кликаете и создаете эти группы вот создать группу добавляете даете название например там группа 1 и все она готова эта группа а потом придется вручную зачислять добавлять участников вот так вот добавить участников вы их добавляете немножко тяжеловато вот допустим этого директора образцового вы добавили в группу 1 это учебный курс аналогично создается и вторая группа а вот более интересно так аналитика хорошо в текст было раньше да он уже этот гифт уже не работает и он уже был без картинок а тут с картинками спасибо мажик вы разбираетесь аналитику и как разнообразить вот давайте поговорим про более сложное аналитику сейчас мы тоже рассмотрим евгений а вот как разнообразить занятия давайте мы откроем этот математику десятый класс мы в режиме редактирования сейчас его выключу ну вот вы проводите занятия в зуме по расписанию вам тяжело вы устаете и смотреть вот на эти экраны на этих людей это напряжение психологическое долго вот это вот проводить занятия по 2 пары может быть по 40 минут это псих психологически нервная очень работа следить за порядком ее надо проводить стараться как-то дозированно так у меня звук пропал что ли ну-ка 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 меня слышно коллеги меня слышно да да слышно так вот звук есть и мы часто говорим о зачем все время сидеть синхронно это тяжело проводить делаете часть смешиваете часть делаете им в виде контента текстовый видео контент свой заимствованный вы имеете право использовать заимствованный контент как составитель в зуме встречаться для обсуждения каких-то практических вопросов для контроля для обсуждения для создания живой связи она хорошо в зуме работает хотя мы еще к ней привыкаем а что еще ну-ка спросим что еще можно сделать такого игрового ну кроме бейджиков кроме рейтингов это тоже хорошо не всем это подходит причем причем сделать так чтобы это было не только в синхроне в синхроне можно и карточки и какие-то там загадки и какие-то картинки на разгадывание может быть и решение каких-то проблем а что еще и про рейтинг настройку рейтингов тоже не все это умеют но там тоже есть некоторые нюансы представим себе что преподаватель вот я сейчас при вас создаю игровой элемент в моду он говорит я хочу дать задание добавить в тему 4 к примеру игровой элемент который построен на базе форума и в этом форуме я даю игровое название это этому форуму например деловая игра я уже беру из своей практики деловая игра я министр у меня были по туризму сервисы туризма министр туризма и мне нужно было их вовлечь в роль министра для того чтобы посчитать статистические анализы результаты обработать принять решения по обработке стат анализов лично в роли министра определиться куда и как направлять поддержку и какую политику надо вырабатывать или другая игра я директор гостиницы здесь в преамбуле в описании курса пишу в отеле произошло ограбление клиента припало подозрение на сотрудницу которая в теплых якобы в теплых отношениях с директором но фактов нет другая гордичная сказала там еще какую-то новость создается интрига создается игровая ситуация в форуме которую необходимо разрешить вот этот вот текст описания этой игры создается описывается задается время окончания чтобы они знали что есть дедлайн это не будет вечная игра это будет до определенного момента когда им нужно получить оценку они будут видеть до которого в настройках можно предлагать файлы они должны провести по этой игре расследование оценить друг друга с точки зрения правильности принятия решения заставить всех не добровольно а автоматически подписываться чтобы все получали сообщения из этого дознавательского форума блокировки нет количество сообщений нет но можно сказать сообщить сколько времени как часто можно писать сообщения не заваливать почту а раз в сутки например изучил собрал какие-то материалы по дознанию по расследованию и опубликовал а можно и не блокировать оценивание не буду сейчас даваться в детали например средняя оценка например в баллах стобальная шкала хотя можно и другую шкалу выбрать например умеет не умеет проводить расследование эти шкалы вы можете сами задавать это все не сложно на мой взгляд далее отображать если есть группы вы их используете например одна группа проводит свое расследование вы их включаете они друг друга видят но они все фильтруются можно еще и потоки задавать но не буду сейчас усложнять ограничение доступа например к этой игре он получает доступ не сразу а после завершения какого-то теста например он должен просмотреть какое-то видео и пока он его не посмотрит он в этой игре не допускается это тоже не сложно если студент выполняет получает оценку то можно еще сказать ему чтобы получить оценку за эту игру ты должен написать хотя бы одно сообщение и хотя бы точнее одно обсуждение и один ответ на решение другого то есть видите сразу задается ему правило игры в этом не сложном форуме теги пропускаю вот тут можно подключать компетенции которые идут ему модуль компетенции в модуль очень мощный но в России не использованы к сожалению пока то есть за вот эти свои действия он доказывает наличие компетенции пропускаем сохранить и показать но я там ничего не написал поэтому он сейчас потребует нет все я написал и так вот они видят этот форум добавляют вот тут они видят описание я его пропустил вот здесь я ничего не оставил туда же добавляю красивую фотографию с Анжеликой Джоли из какого-то фильма типа отель где стоит директор вот это вот горничная и у них какой-то конфликт они ведут расследование суда можно эту графику легко вставлять и им это интересно и это один из ответов на ваш вопрос скажите пожалуйста так нас ждет Галина на приеме я ее приму и задам вопрос скажите пожалуйста можно ли вам придумывать такие игры используя форум в асинхронном формате в игровой форме где они вовлекаются и там еще они друг другу оценки ставят я не рассказал можно ли можно ли на ваш взгляд применять такой вид игровой деятельности в онлайн курсе сложно ли и можно можно ли по вашему предмету вот мне интересно ваше мнение и вот здесь можно было бы включить микрофоны и послушать то что вы говорите уважаемые коллеги что вы думаете на данный момент можно ли форум использовать для создания игры в облеченности в асинхронном формате на ваш взгляд ваше мнение в том числе мнение экспертов вы можете и возражать вы можете и говорить что у вас нет навыков возражаете это тоже нормально итак коллега сорочкина я забыл ваше имя отчество я вас уже раз слышал вы у меня уже похоже почти эксперт вот ваше мнение по созданию игр игровых элементов с помощью форума как вас зовут а извините извините я включаю звук всем добрый день по поводу меня зовут Оксана Юрьевна очень хорошо да я доцент кафедры управления качеством так получилось что по большей части я веду технические дисциплины инженерной направленности не могу сказать что это вот прямо распространено наверное будет но наверное одну практику или одно задание можно будет сделать то есть подумать конечно не сразу потому что вот сейчас вот мысли таких вот сразу слету да вот это вот это вот это можно сделать ну например есть у нас такое понятие как ситуационная задача на предприятии когда дается какая-то производственная проблема с числами ну возможно ее можно будет вот так вот обыграть ну это надо попробовать прежде чем что-то конкретно говорить но в принципе возможно и кстати может быть сейчас огромная проблема вы все наверное знаете с и головой аттестации эти подумать это действительно надо попробовать я ни разу не пробовала форумы чтобы можно было вот так вот показать как бы реализацию компетенции студентами да коллективному мышлению спасибо спасибо во-первых Оксана Юрьевна вы правильно подметили вот этот игровой элемент он не частый он идет после того когда обучаемые что-то освоили но когда преподаватель открывая свой курс на одном из своих занятий говорит ну не коллеги студенты ученики мы будем просматривать несколько тем изучать с вами вас ждут разные задания для того чтобы вы подошли к одной очень интересной и непростой игре где вы будете проводить вот это в качестве директора там или главного инженера или еще там еще по ролям можно разбивать и будете ставить не я вам а вы будете ставить себе оценки и вы будете видеть кто поставил ломать оценки я могу показать что у форума немножко это сложно но мы этому учим это делается не быстро но делается один раз вот выбираете переопределяете роль так вот у нас тут слушатель и для слушателя сейчас там очень много прав я обычно через поиск нахожу так вот оценки вот он может получает право а где тут эта оценка не вижу пока оценки он может выставлять эти во-первых он просматривать видит оценки и и и и и просматривать свои может быть я там не включил эти оценки но поверьте на слово если он видит кто его поставил они же еще должны написать определенное количество отзывов и рекомендаций вот этот подход Оксана Ирина когда делается таких игр немного она проводится где-то неделю несколько дней бывает и дольше зависимости вы правильно подметили методическую особенность этой игры заморочиться можно но затратно самое затратное вот Игорь придумать эту игру мне было легко у меня был опыт работы в гостиничном сервисе в ресторанном во всем в туризм в сервис я работал с цифрами воздавлял аналитическую службу крупного гостиничного ресторанного предприятия он же и санаторий одновременно я знал всю кухню подноготнего что творится в отеле и мне было легко такие игры сочинять и коллеги мои тоже это применяли но если у вас нет опыта вы просто теоретик и никогда не были связаны с реальным производством вам будет тяжело придумать эту историю вот кстати по времени ну вот как вы думаете сколько времени нужно для преподавателя чтобы придумать эту историю ему нужно придумать название игры описание может быть разместить какую-то картинку интригующую по тематически вот сколько нужно времени преподавателю чтобы один раз это сделать как вы думаете вот сколько часов сколько дней один час говорит Ольга так давайте я вам дам право разрешать включать свои микрофоны теперь вы можете говорить сорок минут придумать полтора часа реализовывать я практик смотрите полтора часа действительно в первый раз методом тыка вы это сделаете вот сто процентов в среднем полтора часа уйдет чтобы этот форум создать сами же второй раз вы это сделаете за 15 минут вы уже это прошли если у вас есть консультант или вы обратились в нашу группу союз профидо ребят помогите не могу сделать форум студенты мы вам бесплатно подскажем как только у вас ступор наступает мы вам поможем или техподдержка вот это здесь сидит в нее можете обратиться вам подскажем я всем говорю ступор не должен длиться более пяти минут а ступор может появиться здесь очень много настроек один день полагает Оксана Юрьевна один день почему так долго тема текст где-то ну на полстранички расписать определить как оценивают друг друга и все и все ну можно замечания я думаю что надо же еще обыграть сценарии какие варианты возможны то есть прежде чем давать что-то студентам нужно проиграть сценарии потому что появятся вопросы и будет очень неловко если преподаватель будет просто не готов я не говорю что все сценарии но какие-то типовые нужно обыграть то есть самому пройти это задание и поэтому придумать загрузить да проиграть какие-то сценарии если там много это такая задача имеющая множество решений да допустим если это игра какая-то наверное я имею ввиду день это рабочий день да вот я понял что чем здесь вам нужно помочь вы в описании игры говорите я выступаю в роли директора или там консультанта или аналитика или волшебника к которому вы можете обращаться в ходе игры по любому вопросу в этом же форуме за то что кто-то поможет из вас ответить на вопрос вы получите бонус они вовлекаются в взаимопомощь у них пошла социализация то есть я закрываю вашу проблему все расписать в этой задаче причем с неопределенным результатом там нету идеального решения заранее вы сами можете не знать нет ну вы так конечно знаете идеальное решение они не знают они будут искать может быть вообще непредсказуемое решение они это могут но как только вы добавите вот эту фразу в описание что если вам потребуется дополнительная информация по расследованию или по этой инженерной задаче и мы что-то не проходили я всегда в этом форуме согласны Оксана Юрьевна вы участник этой игры вы не диктатор вы участник один из них Екатерина да игры бывают конечно разные это не единственный формат кто еще не в курсе что такое форум в моду один написал вся группа или все группы получат на почту уведомления на почту от кого с какого курса с какого форума сам текст внизу кнопочка ответить посмотреть даже будет целая переписка там будет целое дерево вот этих обсуждений в итоге в форуме и чем хорош модул вон эту древовидность кто кому сказал видны это не фейсбук это не телеграмм где идет полоса и непонятно куда пошла там логика а тут древовидный формат позволяет логику сохранять очень хорошо это тем кто не знает оценить эффективность говорит Екатерина вот у нас вебинар то по эффективности а что такое эффективность я напомню это при заданном объеме трудозатрат в нашем случае времени получить учебный результат и чем результат выше тем лучше эффективность выше или обратная задача мы говорим нам нужен результат и нам нужно минимизировать трудозатраты что-то одно приводим к константе а что-то другое меняем так вот если мы хотим их вовлечь чтобы они участвовали если мы умеем пользоваться этой технологией ее можно обучить за час я просто не все рассказываю кому-то это уже известно допустим мы за час это делаем мы на неделю можем их вовлечь в хороший активный процесс мы еще и другие конечно проводим занятия эта игра идет а мы в это время еще и другие проводим занятия там лекционные и так далее они играют у них есть дедлайн а может быть и два дня вы им даете может быть с пятницы до вторника они должны в этих ролях поработать включая выходные ну что ж такое задание ну пятница понедельник вот несколько дней на какую-то задачу это хороший инструмент в чем отличие от того же телеграм здесь не будет повторов одного и того же а я не понял по несколько раз вот это вот он же не может быстро найти всю переписку здесь вся переписка видна оценки видны там можно и файлы предлагать и видео каждому посту это все моду может то есть это эффективность да что минимум вопросов конечно надо сформулировать саму игру конечно вы говорите я ставлю задачу себе как преподаватель они в ходе игры должны показать знания нормативных актов показать умение логически мыслить показать умение коммуницировать это коммуникация уметь преодолевать конфликтные ситуации они там будут и вы как участник игры будете погашать эти ситуации там будут дружественные отношения кто-то кому-то подыгрывает кто-то кого-то наоборот прессует извините за грубое слово вы это все эту психологию в этой игре увидите и вы четко определяете свои задачи а не просто так лишь бы поиграть он должен показать вот эти все умения и получить за это ясную оценку сейчас это сложно сейчас мы к этому не привыкли но мы с вами разрабатываем гипотезу и мы видим того который это уже отрабатывал много лет назад еще в 2013 году у меня есть презентация давайте я покажу еще один пример идеальный электронный курс я не боюсь этого слова потому что там есть критерии идеальности то есть были требования так вот этот курс мы слышим специфические шумы у кого-то это нормально вот посмотрите я вам сейчас покажу работу 2013 года так как она показывается видите на экране экран видно так а как его сделать во весь экран тут ну не вижу то есть у меня были критерии постановка задачи вот он сам этот курс еще в версии 1.9 он такой компактный он раскрывается у меня была так называемая разболовка за каждый модуль за каждое задание четкое количество баллов я делал заранее да это адский труд но зато студенты знают что пока он это не освоит он не будет допущен к этому модулю пока оба модуля не сдаст хотя бы на троечку он вообще не допускается к сессии они автоматически начинают работать это делается заранее это тяжело я согласен это не быстро делается это делается постепенно кодекс поведения что они не будут хитрить тут есть и видео все мои тут есть различные точки контроля вот это мое видео записывал на даче все это им классно нравится вы не представляете как они это любят прези им не прези им прези им не понравился голова кружится тошнит вот они сами себя оценивают это еще один игровой элемент я сейчас уже начинаю торопиться поэтому вы записываете вопросы мы можем потом продолжить в группе это еще один элемент воркшоп или семинар слепое оценивание они не знают кому ставят оценки критерии оценивания я им заранее прописываю вес этих критериев заранее определяю до сдачи своей работы они проходят тренировку в мудл на допуск к оцениванию то есть они знают что им надо делать прежде чем разместить работу надо научиться самого себя оценивать за активность дополнительные баллы я продолжаю гнать быстро и вот этот экранчик они не видны у них тут конфликты происходят в этом мудл показывает кто с ним конфликтует это реальные студенты но я вижу то есть никакого уже здесь подыгрывания этот воркшоп элемент делается не часто долго но не часто он хорош на следующий семестр вот на следующий семестр на следующий учебный год у вас все есть вот в чем экономия колоссальная а группа свободно добавляется ищите в фейсбуке союз профи или в google легко нас найти и там можете продолжать задавать вопросы коллеги вот задания студентки вот они тут так это тесты а еще я обещал лайфхаки значит вот тут я их оцениваю и выставляю причем конфликты мудл показывает согласование вот пожалуйста пример форума они пишут свое понимание и друг друга оценивают еще что хорошо еще один лайфхак я быстро говорю если у вас есть глоссарий он легко делается сейчас не буду показывать очень легко делается мудл из глоссария автоматически создает или тест автоматом из глоссария берет делает тест или игры типа кроссфорд как стать миллионером если помните вопросы четыре варианта ответа миллионы появляются это готовая игра в мудл далее какие лайфхаки вот пожалуйста из глоссария сделан кроссворд небольшой такой допотопный но тем не менее игровой элемент да спасибо Юлия вот здесь они получают оценки вот они пишут свои мнения голосуют активность бешеная тут они меня оценивают оценить этот предмет хорошо оценивает голос народа видео скрайбинг тяжело идет вот это вот я сделал хороший такой по этому предмету скрайбинг быстро рисуются графики быстро бежит текст цветными мелками на черном фоне адская работа поэтому много говорили шум прошел редко применяется вот он еще дает им конспект полностью конспект этого занятия в виде готового изображения им дается очень им понравился здесь один лайфхак коллеги я сегодня вот писал надо объединяться если мы читаем один и тот же предмет надо находить друг друга кто-то сделает тесты кто-то сделает презентации хорошо сделает и поделитесь бесплатно вот этот взаимообмен не работает в России пока я думаю это хорошая была бы экономия хороший лайфхак у меня они в задачах так я нажму вот так вот побольше видео то есть они в тестах еще видят мои видеоролики если он неправильно ошибается в тесте тренажере берет подсказку получает за это штраф конечно но он видит мой ролик я показываю как решается задача комплексные задачи как вот говорила Оксана Юрьевна с расчетами и тут вести и тут вести тоже делает мудл вебинары вы сейчас присутствуете записывается тоже хорошо вот она взаимная оценка вот они друг другу здесь как же это сделать во весь экран выставляя друг другу оценки и вот деловая игра они проходили статистику с помощью экселя деловая игра я игра с боссом вместо оружия Microsoft Excel игра называется я директор я не в роли директора использую эксель определяют какие-то показатели работы предприятия делятся ими форуми и они сами оценивают себя это лайфхак эту игру я очень быстро создал 15 минут на самом деле и они вот я директор пишут свои решения и ставят друг другу оценки это очень хороший элемент и геймификации и экономии времени преподавать вы уже в роли участника или вот если бы я был министром спорта и туризма они анализировали показатели уже статистики по России и принимали решения и за это получали тоже свой балл и тоже свой дедлайн кроме моих бейджиков они еще друг другу ставили вот такие вот дарили оценочки друг другу и вот староста получила она очень активная больше всех звездочек они друг друга еще поощряли сами без меня тоже элементы графикации им очень интересно было вот она рейтинговая система задавала вопрос по моему так тут еще надо принять я не заметил мне надо кого-то из помощников назначить вот Николай 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 давайте я вам сделаю кто может пользоваться зумом я сделаю с организатором чтобы включал всех гостей лейко вот я его сделал с организатором он из мурманского ГТУ государственного технического университета похож помогите мне запускать запускать видите мы придумали запускать тех кого я не вижу вот бальная рейтинговая система в модуле по всем модулям по всем блокам за каждый элемент свои баллы вот например кроссворд два балла максимум дешевая тест уже посложнее три балла в зависимости от сложности за эссе один балл и вот там где расчеты пошли там уже повыше вот это все делается в модуле получается большая работа большая таблица не скажу что сразу но она отлично работает отлично вовлекает они не могут остановиться вот этот фильтр группы учебные а ой извините не туда нажал так я что закрыл да я потерял эту презентацию там группы фильтруется там 270 человек студентов в одном потоке и они были разбиты по группы по группам давайте снова открою и я мог фильтровать их по группам и сравнивать среднюю за весь поток и за каждую группу в частности благодаря вот этому созданию групп вот открывается эта страница так смотрим что у нас там в фейсбуке в фейсбуке тишина никто ничего пока не пишет так я снова нашел этот свою презентацию идеальный электронный курс еще раз у меня был стандарт который я сам разработал все требования по ВГОСам с мотивацией и так далее и так далее сам их не было почему я так уверенно в группе предлагаю стандартные качества я сам это все прошел и по этим стандартам все выполнял поэтому по моим требованиям он идеальный это не значит что он должен быть идеальный у всех включая вот Оксану Юрину ей сейчас тяжело ей сейчас не до этого у вас будут другие требования другие стандарты и другие критерии идеальности так вот я нашел вот эти группы здесь есть вот эти группы я фильтрую и сортирую вижу кто лучше кто хуже анализирую так посещаемость вебинаре вот здесь когда вошел когда вышел сколько времени провел тоже в муду компетенции это уже не сегодня это слишком сложно и самое главное вот должен быть от вас вопрос а студентам то оно нужно оно им нравится я пошел на эту обратную связь анализ вот в муду есть прекрасный встроенный опросник что мы хотели что мы получили тут и связь с профессией роль критики они видите не очень любят взаимодействия у них получше роль преподавателя высокая роль группы слабая они здесь не стали скрывать это анонимный опрос но взаимопонимание высокое каждый из показателей дробится на подпоказатель и интересные темы и практика есть и навыки у них совершенствуются понимаете это все в муду еще в тринадцатом двенадцатом году все работало и оценка критического подхода и к своим взглядам и к чужим взглядам принимать информацию критически взаимодействие тоже дробится роль преподавателя что у него лучше всего он умеет моделировать обсуждение вот эти вот критерии не я придумал они были диссертации защищены на эту тему они эти опросники уже есть до начала обучения и после причем когда уже сдали зачет или экзамен это важно я им говорил вы уже сдали напишите что вы думаете ответьте это не влияет на вашу оценку все мы закончили и они писали свои мнения и видите преподаватель моделирует обсуждение очень хорошо вдохновляет а вот что хуже всего ну вот пожалуй вот это преподаватель моделирует самовыражение то есть умение может быть они не поняли этот вопрос самовыражение когда я опонуждаю их к тому чтобы они моделировали свои взгляды сами без меня мне это хорошо язык подвешенный практика большая а вот чтобы они это делали чтобы преподаватель сумел поднять вот это умение моделировать и самовыражаться тут чуть-чуть похуже но все равно хороший показатель и роль группы и взаимопонимание также дробится но были и была и критика так меня слышно видно да какая была критика обязательно критические инциденты видите появились игры и пошла активность уже ближе к концу семестра вот когда была на сайте выполняла к концу семестра она почувствовала что на автомат не тянет а ей хотелось автомат она к концу начала быстрее быстрее догонять ну как видите никакой критики здесь на самом деле нет хотя должна быть вот вначале не понимала суть предмета а потом заинтерес не было сразу заинтересовано но предмет скучный с цифрами кто-то пишет не было то есть вначале предмет казался скучный связанный со статистикой с расчетами с дисперсиями и так далее вот казалось будет сложно но зря боялась потому что в тестах у меня есть подсказки да со штрафами но все равно подсказка есть мой микроролик покажет как решать каждую задачу были проблемы с интернетом в 2013 году да они сейчас есть ноутбук они у всех работал далее полезны были комментарии от Юрия Николаевича но и студенты видите и студенты не отставали можно критиковать друг друга форумы очень полезны и вот это очень важно обратная связь вы видите нет у них никаких серьезных замечаний поэтому я пропускаю наибольшее событие они ждали мои видеоролики им нравились как я читаю как я говорю вебинары кроссворды события необычно новый метод это они писали после экзамена вебинар пишут с ошибками но пишут и выпускницы в скайпе пишут как им все понравилось и практически успеваемость посещаемость выросла да я на это потратил время но тем не менее вот такие вот результаты я хочу послушать ваши вопросы дорогие коллеги что вы думаете в плане обсуждения какие у вас появились вопросы что мне понравилось мы подходим подходим ли мы к вопросу на к ответу на вопрос про эффективность затраты и результаты или наоборот мы куда-то ушли в глубину такую что ничего это у нас не получится у нас ничего этого нет и мы не знаем что с этим делать ваше мнение вот эксперты здесь есть давайте обсудим то что вы узнали микрофоны вы можете включать ваше мнение вот здесь можно и камеры включить вот ольга может что-то сказать альбина которая выглядывает откуда-то снизу покрутите чуть-чуть камеру альбина чтобы вас лучше было любова валерьевна вот что-то хитро хочет нам заметить любова валерьевна вы с микрофоном ну вы знаете я поздно присоединилась но мне кажется мы должны попробовать во всяком случае это интересно попробовать попробовать да немножко специфика другая у меня предмет гуманитарный у меня история вот и мне нужно будет думать как это преломить уже на историю потому что там не всегда можно точные да какие-то заложить параметры а что вам нужно попробовать вам нужна платформа вот наша компания предлагает бесплатно пробуйте спама не будет рекламы не будет пользуйтесь я так понимаю что это модул да это платформа на весь университет которая предполагается да это предлагается любому педагогу преподавателю преподавателю создавать пробовать может быть не весь курс туда сразу а какие-то элементы по мере ну вот попробовать это хорошее прозвучало и у Оксаны Юрьевны надо пробовать надо пробовать да давайте пробовать может быть есть смысл пробовать не так вот глобально и то хочу и это хочу взять только форум взять и за полчаса его политиком разобрать может быть я специальный ролик создам как вы считаете асинхронно создание кейсов обсуждения дискуссий с элементом форума ну да это будет интересно это будет интересно потому что пока мы только крутимся вокруг ну обычных форм да то есть пытаемся как-то трансформировать на зум тот же самый потому что мы взяли зум и здесь конечно пока что проблем много ну вот я тоже это история в вузе или где в вузе вузовская история да то есть это исторический факультет история в вузе ну естественно все исторические дисциплины потому что мы тоже сидим сейчас на удаленке и мы вынуждены конечно все переводить именно в такую формату давайте поможем любому Валере придумать придумать фабулу для использования форума чтобы они его и как учебный элемент как игровой игра это инструмент а цель это обучение придумать какую-то игровую фабулу по истории назовите самую сложную тему Любовь Валерьевна ну у нас в принципе дисциплины они достаточно специфические да потому что ну история внешней политики России на каком этапе на каком этапе 17-18 век 17-18 век да 18 сейчас 18 есть там белые пятна в истории которые вот ну вот слабо изучены ну есть есть просто есть темы которым меньше уделяется внимания то есть есть Петровская эпоха есть Екатерининская эпоха а вот середина века она менее такая популярная ну а что если предложить так вот мы прослушали лекцию вы получили учебник электронный или бумажный у вас есть в библиотеке но там есть белое пятно которое никто пока еще толком не понял и вам предлагается выступить в роли таких следопытов исследователей найти какие-то источники оценить их с точки зрения достоверности там или еще что-то научности и оценить друг друга по критериям что-то по критериям достоверно там или еще как-то вот вы сами придумаете чтобы они эти источники оценили но они не должны повторяться они так один нашел источник и все его скопировали и что делать условия они должны быть не повторяющие то есть кто первый разместил какой-то источник там из библиотеки имени там Салтыкова Щедрина в Питере вот он нашел и все другие должны следить все этот источник уже нельзя использовать они должны другие искать и вот те троечники двоечники оказываются в худшем положении все темы хорошие все источники разобраны и все они будут уже торопиться и гнать на опережение как вы считаете ну вообще неплохая идея я попробую а потом вы получается у вас уже свой учебный фонд есть в следующей группе говорите а вот посмотрите у меня была группа вот они такие-то источники нашли да были недостоверные такие вот ненадежные неполные с неполной какой-то там информацией а вот есть и хорошие в этот учебный фонд берете себе они вовлекаются в процесс поиска не игры там просмотров новостей или еще чего-то а именно как исследователи как следопыт и так далее спасибо спасибо попробую попробуйте вот вам решение коллеги кто еще хочет высказаться по вот то что увидели в моей презентации я и тут и видео и больно рейтинговую показывал бесплатно до какого периода но вообще-то вообще-то до 1.06 но я думаю что мы найдем вам другую площадку дело в том что Moodle чем хорош вы можете начать здесь а если у вас есть в вузе Moodle вы экспортируете переносите там легко один единственный файл вместе с учениками с оценками с историей с переписками все что было переносите на свой Moodle вот это не проблема оптимальное соотношение distant и контакт для высшего образования спрашивает степаша есть версия оптимальное соотношение distant и контакт вот давайте подумаем сколько часов у преподавателя степаша на предмет ну 128 а бывает и иностранный язык там три семестра обучаются у дизайнеров та же живопись пять семестров изучается и даже восемь семестров изучается так там кто-то хочет зайти я посмотрю кто-то хочет зайти нет все зашли все зашли так какое соотношение в дистанте можно подумать на том на том о том то ли мы хотим исполнить расписание чтобы руководитель видел вот занятия поведено и записи то ли мы хотим добиться учебной цели если мы ориентируемся на задачу делать все по расписанию то нам может сил не хватить и учебные цели освоения зумов и компетенции может мы и не успеем поэтому здесь нужно подходить гибко индивидуально в зависимости от количества часов в зависимости от возможности преподавателя у кого-то вообще интернет или выше все должно быть индивидуально и тут важны эксперты которые для каждой для каждого случая могут дать рекомендации специфические например ну человек еще не владеет той же клавиатурой но тяжело ему и тесты тяжело идут и шаблон этот хороший но все равно тяжело идут надо думать другие делю задания делюсь лайфхаками в модул вы даете задание на оценку давайте открою снова муду лучше показать так рекламы видите да так вот я открываю этот курс вы в своей математике кстати так очень хороший игровой элемент очень простой ну прям проще некуда добавляете к примеру по теме 1 лучше в начале добавляете элемент под названием глоссарий элемент это все за что так все то что за что ставится оценка не вижу глоссарий вот он двойной щелчок и глоссарий появляется сейчас не буду расписывать его суть такова вы даете название составьте не менее в описании пишите составить не менее двух терминов по пройденной теме той же истории термины какие-то кстати это практика знание терминов на зубок это практика каждый должен составить не менее двух не повторяющихся терминов они они получают за это оценку вот тут есть оценивание оценку допустим 100 баллов или 5 баллов получают оценку которая заносится интернал все вы глоссарий создали они его заполняют вы ставите оценку когда вам удобно вы ничего не делаете все делают они если термин никудышный вы ставите ему двойку так нам подошла Татьяна принять если он хороший у вас на выходе получается хороший глоссарий ну и что а дальше с помощью вот этого встроенного построителя тестов на основе глоссарий вы получили готовый тест они создали и глоссарий и они создали тест который закрепляет до автоматизма знания терминов которые они же сами составили сколько у вас времени ушло ну минут пятнадцать ну максимум чтобы это создать минут пять на создание теста на автомате лайфхак следующий лайфхак вы можете даже тесты сами не делать сейчас уже нету времени не буду показывать в мудл можно дать задание на самостоятельное создание тестов по пройденной теме каждый должен создать не менее там трех примеру тестовых заданий на оценку если выполняется неудовлетворительно вы ставите ему двойку и он переделывает пока не будет хорошее четыре или пять вы получаете на выходе базу тестовых заданий созданных студентом это эксплуатация студентов нет это учебная практика они сами составляют материал сами его там отражают и получают за это оценку этот тест им же предлагается в качестве какого-то промежуточного итога они же его и проходят но там все это перемешивается выставляется ограниченное время чтобы не успели подглядеть надо знать эти эту теорию хорошо тогда они получат оценку а не просто дать тест который можно выполнять сутками вот и все еще один лайфхак еще одна эффективность какое тут соотношение контактной и бесконтактной работы бесконтактная работа здесь уже понятно а контактная ограничивается тем временем которое требуется для решения самых главных задач например они смотрят ролик они читают книгу из электронной библиотечной системы кстати у нас она интегрирована с ЭБС преподавателю не надо посылать его в ЭБС прям тут же эти страницы автоматически вставляются в мудл и студент их читает а потом вы встречаетесь на некий коллоквиум семинар в зуме не четыре раза а один раз кто установит этот норматив только ваш заведующий кафедрой может это а потом если вы ему изложите эту концепцию у меня активность здесь они столько-то часов это делают они вот это делают столько-то часов я провожу уже визуальную встречу с ними для обсуждения глаза в глаза вот столько-то времени это только вы можете сказать но опять же при помощи вот консультантов экспертов тренеров такие как мы я пожалуйста вот это такой ответ универсального решения нет но сам подход вот такой звук работает работает я вижу так да Николай далеко запускайте всех кроме я не знаю запускайте всех не будем бояться да пусть входят коллеги мои лайфхаки пожалуй заканчиваются и и проблем у вас не так уж и много я напомню проблемы это вовлеченность это рейтинги я не рассказывал про них скажу сразу что можно сделать среднюю оценку в муду очень легко он усредняет это самый худший вариант когда считается средняя оценка да он пустые оценки исключает но средний это самый худший потому что по одной теме 2 по другой 5 средним 3 это неправильно он должен по каждой теме врач же не может вот это знаю а вот это не знаю по каждой теме должен получить минимальный уровень лучше это накопительный метод расчета сложный но хорошо то кто уже так думает серьезно об этом хорошо то что у вас допустим накопилось там пять тысяч там шестьсот или сто восемьдесят пять или какая-то другая цифра баллов и как ее привести к нормальному виду той же пятерки или двойки очень просто там есть одна кнопочка он вот это число переводит к 100 процентов все независимо от суммы баллов он приводит к 100 процентов и студенты знают что если семьдесят или к примеру восемьдесят и более процентов набрано это автомат если это соответствует политике вуза есть положение какое-то или то ваше личное решение не знаю а у нас было положение восемьдесят и более процентов набрал автомат пятерка можешь не приходить это было приказ 70-80 хорошо, хочешь 5 допустим ну не успел введите они билет и зарабатываю свою пятерку но если ответишь на двойку то получишь двойку на экзамене и многие соглашались пусть будет четверка или шли упорно так от 60 до 70 тройка на автомат хочешь повысить, пожалуйста была тройка, но ты вытянул билет и блестяще отвечаешь 5 тебе будет бери 5 если ниже 60% не допущен нечего тратить время педагога преподавать не набрал 60 баллов, у тебя была возможность у тебя и пересдачи там были чтобы дотянуть свои баллы болел там или КВНчик все понятно, была возможность набрать эти баллы не набрал автоматом на пересдачу иди за направлением вот что такое БРС подстегивает колоссально и им это нравится потому что это честно это состязательно эти баллы работают я скажу, что такой феномен я обнаружил, что два феномена среди отличников идет уже своя конкуренция вот там 5 отличников они за каждую долю процента а я еще лучше вот это уже это у них хотя их не заставлял они уже пятерка у них есть они все равно стараются второй феномен вот эта вот состязательность второй, что вовлекаются троечники им это интересно им стыдно что это они, лохи что ли и третий феномен для меня неожиданный они по моим роликам ведут конспект то есть я им рассказываю вот это объясняю показываю слайды в записи все хорошо до встречи со мной они все проходят вот этот смешанный вариант просматривают базовые основы по теме они сидят и пишут дома особенно вот девочки разными фломастерами там маркерами я сначала не поверил глазам они говорят увидел это была очка увидел, что у них конспект где вы взяли это по вашему предмету то есть у них и контент и книжный и видео и текстово-графические в курсе они еще берут тетрадки как в школе им это нравится и они нажимая на паузу все это фиксируют я понял, что им это более запоминается мы же знаем психологию и педагогику что когда ты пишешь тебе больше откладывается механика нейронная работает и запоминается лучше я тоже всегда делаю я записываю потом могу это выбросить но я лучше запомню когда записываю даже эти листочки не еще у меня лучше запоминается потому что я записал визуально мои записи в голове видны и они тоже это делают вот такие лайфхаки вот такие вот практики которые дает нам онлайн я и в оффлайн много работал коллеги и вот сейчас если сравнить качество оффлайн и онлайн я скажу сегодня качество никудышное в онлайн но если вот так как я это делал вы так как увидели качество резко растет у любых форм обучения очка за очка резко растет и в онлайн можно добиться большего и дедлайны он напомнит что у вас осталось там два дня и число попыток покажет и таймер тикает и посещаемость видна у нас был случай дикий хорошо нас мудл спас когда девочка с хорошей так сказать с хорошими ростными связями подала жалобу что вы не выполняете договор об оказании услуг вы не допустили меня к сессии незаконно вы не обеспечили учебный процесс я на вас буду жаловаться в прокуратуру и написала жалобу все были на ушах но когда мы посмотрели ее посещаемость это очница в группе там в графиках это посещаемость видно что она там была пару раз очень недолго и мы отдали ответ пожалуйста это ее вина потому что другая часть студентов бешеная активность графики высокие и только у нее низкие это все делается преподавателем в мудл вся эта учебная аналитика о которой вот спрашивала коллега в чате и все вопрос снялся мудл дает больше аналитики чем очка онлайн лучше аналитики и прогнозирование чем обычное очное управление обучения ну что пришли нас там поставили журнал посещаемость проверили по головам посчитали и весь контроль закончился а здесь полный контроль здесь все видно не надо никуда подглядывать тут хорошая аналитика есть коллеги ну что какие еще у нас вопросы не рассмотрены как дать задание студентам на составление тестовых заданий спрашивает Елена Киркина Елена у меня есть другой сайт я сейчас не готов его показать это есть плагин не помню его точнее название он есть бесплатный который ставится сюда называет студенческие тесты студент квиз его надо поставить если сейчас вы не поняли мы как-нибудь или форуме союза напишите я этот плагин покажу это ответ на ваш вопрос время небольшое на тест тоже да ну смотрите насчет времени на тест обычно вот я в своем этом идеальном курсе я им всегда давал на небольшой балл тренировочные тесты то есть они привыкали психологически к этим тестам сейчас попробую найти то есть прежде чем пустить их на какой-то ответственный тест который что-то значит я всегда давал тренировочные тесты без времени похожие да я тратил время на тестовую базу тренировочные составлял отдельно они за тренировочные тоже получали премию где-то полбалла где-то там один балл но они тренировались цель их ждет тестирование на время где нужно быстро решать задачи нужно быстро отвечать но они психологически были к этому готовы в среднем вот там где математика расчеты на одно тестовое задание две минуты за две минуты можно вполне сообразить больше ну значит он не знает две минуты достаточно если это вопрос типа множественный выбор где нет задач нужно логически подумать такое где-то минута подумать вспомнить не лазит никуда в гугл одна минута в среднем достаточно тем более они и сами эти глоссарии создают и часто помогают так на вопрос ответил да я Елена не готов тестовое задание но такой лайфхак или хак он точно есть они работают мы занимаемся творчеством мы думаем как улучшить наш процесс или просто отдохнуть заняться семьей они вовлекаются и делают нормальную в игровой форме деятельность учебную деятельность так ну больше вопросов нет какие еще у вас есть коллеги проблемы которые мы не обсудили итак проблема больно-рейтинговая система трудоемка но она оправдывается если делается на перспективе вот я свой этот идеальный курс за который занял первое место на конкурсе причем голосовали не члены жюри а 40 преподавателей там или даже больше каждый показывал свою работу и в общем голосование меня выбрали я получил грамоту ценный подарок на конференции меня приглашали ездил но я этот курс готовил где-то месяца полтора записывал на даче видео вешал зеленую ткань готовил слайды научился монтажировать не обязательно вам это все монтажировать самостоятельно я говорю про распределение труда можно и голос за кадром без всякого видео только слайды показывать и голос за кадром ваш говорит может быть вы спросите откуда я брал контент вот еще один лайфхак у меня допустим курс рынок ценной бумаги или статистика туризма или финансово актуарная математика что я должен им дать в этом ролике вот вопрос как вы думаете вы готовите учебное видео или проводите где брать контент для этого видео которое вы хотите им дать чтобы они просмотрели до встречи с вами на практическом занятии какие у вас версии где брать контент писать свой собственный сценарий по рынку ценной бумаг или актуарной математики где уже все написано или просто брать из книжки читать готовое и делать это в ролик да книжка учебник утвержденный одобренный умоп а в голосом есть в библиотеке можно его взять и прочитать а какой смысл какие вот у вас версии по созданию учебного контента в форме видео нет ютюб это чужой я говорю про создание собственного видео вы хотите по своему предмету по той же истории создать свой контент свой ролик вы умеете к примеру записывать вы преподаете сами лекции читаете и вы хотите лекцию дать им что вы будете им рассказывать в этом ролике откуда будете эти слова брать из головы бандикам это программа для записи видео а я говорю про слова которые вы будете в записи говорить вы ведете курс читается весь семестр вы хотите хотя бы часть занятий записать где вы будете брать слова слайды вы сделаете а слова откуда возьмете сценарий говорит татьяна у вас есть лекции действительно многих хотя это и положено но не у всех есть лекции текстовые вердовские это то что вы подобрали составили как правило не свое а чужое заимствованное вы составили вот эти лекции сценарий так вот не буду вас мучить я брал базовый учебник почему базовый учебник я же должен спросить с них то что мне кафедра определила в виде базового учебника они рекомендовали купили этот учебник я же не буду их с них спрашивать то чего нет в этом учебнике ну да могут быть дополнительные источники но это базовый учебник на него потраченный день я должен на него ориентироваться там уже задача есть и теория там все есть тогда спрашивается зачем нужен лектор так вот я беру этот учебник делаю по нему слайды по этому учебнику чтобы расходимость почитай здесь посмотри мои слайды посмотри мой ролик и реши мои задачи которые в этом учебнике хорошо разобраны ну там с модификациями с моими вот кстати с тестами там уже мое творчество так вот коллеги я по этому учебнику в ходе записи поглядывая на учебник без зазрения совести делаю свои дополнения авторские и свои практики свое мнение где-то работаю на новых фактах которых нет в учебнике где-то критикую учебник где-то есть ошибки я это знаю и говорю а вот здесь вот на такой-то странице кстати опечатка кстати очень хороший прием поощрять студентов баллами за то что они находят в учебниках нестыковки опечатки и ошибки очень хороший прием работает замечательно это вовлекает их просто на ура ну конечно когда вы знаете что там точно такие опечатки есть и неточности им дается задание они находят и это нормально автор тоже может ошибаться чего-то упустил в частности задачи попадали с ошибками теория правильно а сам пример с ошибками математическими вот и базовый учебник это опора к которому вы дополняете что-то свое и в слайдах я очень люблю в слайде какие-то там соображения свои получается авторское изложение учебника со своими какими-то дополнениями я видел такие случаи когда вот у меня двое сыновей закончили когда преподаватель читает курс а в конце на экзамене начинает спрашивать то чего не было ни в учебнике и нигде не говорилось ни разу оба отличники вот это беда ну как это так причем ставит двойку вот вы не знаете это а где это написано а вот вы плохо учились поэтому учебник и опора на учебник составление учебного контента это важно чтобы они могли так прочитать те же заочники то же самое могли понять из учебника а вы вносите свою вот эту искру эту химию как говорит нынешний министр высшее образование науки химию живого общения вы добавляете в ролик и само занятие в зуме или в другом инструменте вот так может быть вы не согласны что не надо использовать учебника нужно писать свой текст времени нет писать а вот дополнять по ходу к этому тексту что-то свое или в своем изложении говорить это да я же еще и стараюсь использовать если вы обратили внимание интонации какие-то эмоции добавление то чего нет в учебнике вот это тоже мой лайфхак я все время работаю над собой мне так кажется что я над собой работаю что-то улучшаю в себе чтобы им было это интересно и запомнилось коллеги ну что еще вопросы есть ну покритикуйте меня что или что вам не понравилось чем вы категорически не согласны или вы не верите мне или вы сомневаетесь я только буду рад а можно вопрос ну не критику а скорее такой ознакомительный все прекрасно понимают что записывать лекции да и читать их очно это абсолютно разные вещи да вот вот по вашему личному опыту видео запись лекции вот максимальный максимальное время максимальный метраж как мы говорим как сколько вот студенты выдерживают слушать преподавателя именно вот в режиме записи ну у меня есть ролики записи которые длятся полторы минуты потому что и в учебнике говорить не что там видение или какой-то узкий вопрос он длится полторы это понятно более сложные я выделяю в них главное чтобы не превышать запись ну где-то 10 минут это условно я видел записи на физтехе там и по два часа длятся и их смотрят в МГУ видел записи там по часу школьникам рассказывать решение задач дробить да можно сказать вот это длится час вы смотрите по кусочкам но лучше дробить выделите в этой длинной теме или в этом длинном вопросе основное и скажите себе вот я рассказываю самым двоечникам троечникам основное чтобы они могли от этого перейти к более сложному и вы это рассказываете тема изложена на стольких страницах большая я вам только основное изложу а дальше вы пожалуйста сами продолжите изучение и выполните мои задания это нормально это нормально например вы должны из учебника или открытых источников составить лосарий создать тесты на основе моего готового текста не обязательно все видео но вот запустить эту пружину эту химию в ролике может быть даже без видео но голосом своей интонацией своим темпом речи вы можете за короткое время не обязательно записывать понятно да то есть ну то есть все понимают да занятие у нас это пара руководство и да вуза контролирует чтобы все вели сейчас в данном случае дистанционно да это эти полтора часа то есть в принципе за полтора часа есть смысл записать несколько условно там семи десяти минутных скажем так видеообращений к студентам по каким-то так вот по темам то есть есть у нас одна большая тема да и мы их просто дробим на какие-то ключевые моменты да вот так вот да так студенты лучше воспринимают потому что опыта допустим у меня такого нет и мне интересен любой опыт который бы позволил все-таки мою дисциплину студентам освоить декан или заведующий как можно сказать а докажите что они ваши ролики смотрят а вот докажите да вы меня убедили что вместо просиживания там двух часов в зуме вы тратите гораздо больше времени на создание видео пусть и два не две пары пусть там три ролика по пять шесть семь минут но вы дали им лекционную часть в инвариантном формате где и текст есть учебник в этом пусть и видео ваше авторское видео ваше авторском изложении на основе учебника но с дополнениями уже получается новый продукт он спрашивает ну хорошо а как мы узнаем что они это видео смотрят легко в муду не просто размещается файл но и там ставятся условия студент должен просмотреть и вы говорите вот отчет в муду вот эти не смотрели и я знаю что то ли интернета нет то ли они просто такие по жизни пассивные а остальные все просмотрели вот галочки стоят они смотрят и он ничего не возразит то есть у вас управление и для него отчетность ролики смотрят и на вопрос а где же у вас контактная работа вы отвечаете я на основе статьи 16 федерального закона об образовании использую дистанционные технологии обучения в следующем видео у меня асинхронная контактная работа в форуме они выполняют деловую игру в форуме и там отчетность идеальная кто что делал или не делал так это активность это учебная активность это не пассивный просмотр ролика это учебное взаимодействие интерактивное и говорите а вот у меня еще есть там глоссарии они сами пишут интерактивная форма они сами создают получают оценку оставляют след сами тесты создают и скорее всего он скажет да у вас контактная работа есть пусть асинхронная но она есть он подумает другое что у вас перегрузка по педагогическое нагрузка будет выше потому что обычно норматив на создание учебного видео один в пяти одна минута это пять минут трудозатрат положено зачитывать на создание тестов там тоже есть зачастую в вузах внутренние нормативы и если вы будете вот так вот как я делать у вас будет десятикратная перегрузка и он будет думать за что вам платить другие начнут возмущаться вот эта проблема будет у вас будет перегрузка педагогическая поэтому нужно гибко к этому подходить говорить вот у меня и контактная работа есть и синхронная и асинхронная и живая работа но в смешанном формате сначала они смотрят базовые вещи выполняют задания а потом разбираем ошибки кстати очень хороший вид активности когда собираются это разбор ошибок вот они тесты прошли форумы написали вживую для чего отметить лучших буду показывает хорошо в тестах какие вопросы у них хуже всего решаются вот эта встроенная аналитика вы говорите я смотрю что у вас вот этот вопрос хуже всего решается остальные нормально вот сегодня мы рассмотрим решение этой задачи кто хочет помочь они тут же скажут да я вот не могу не могу и вы видите кто решил давайте попросим Анну к примеру она расскажет свое решение она за вас решает потому что вы знаете что она умеет она решила этот тест этот тестовый вопрос естественно другие думают а чем мы хуже и вы на там вебинаре отдыхаете у вас аналитика есть вы их помуждаете к тому чтобы сами студенты за вас вам помогали вот этот социальный конструкционизм Выгодского в Муду очень хорошо работает и Макаренко они начинают вовлекаться даже двоечники вот по нормативам по работе с деканом вот Муду хорошо защищает и декана тоже у него все вот эти активности хорошо защищены он же прокуратуры боится Росубернадзора боится провектора боится что у вас там преподаватели делают а когда отчетность есть ага ну все видите там не поделаешь академическая нечестность еще одна проблема тоже можно было бы поговорить если вам интересно когда кто-то за кого-то решает тесты так ну тут поступил вопрос авторские права на материал не хотят предоставлять спрашивает 8735 а вы спросите этих преподавателей кто купит их продукт на рынке пусть они попробуют его сначала продать их авторский материал и послушайте что они вам ответят они ничего не ответят а потупят глаза вниз их контент как правило никому не нужен во вторых их контент является не их собственностью а собственностью вуза они сохраняют авторство да они авторы этого пособия и так далее но собственность это вуза это в контракте написано с каждым преподавателем поэтому мне кажется что преподаватели обычно прикидываются что есть проблема авторских прав для того чтобы ничего не делать вот они говорят хорошо а записи не показывают дистант очень хорошо выворачивает наружу все вот эти моменты кто как преподает кто-то кричит на студентов кто-то их оскорбляет мы же этого не видим а в дистанте моментально все видно я знаю такие были профессора которые грубо обращались со студентами а те боятся жаловаться а в дистанте все это хорошо видно и материал устаревший неактуальный сырой вот они придумывают проблемы с авторскими правами четко если вы декан или ректор извините есть контракт вы обязаны представить вы считаете что он ваш нет он не ваш он университет а вы автор вы автор все вы вошли в историю как автор долго бывают эти проблемы обсуждаются но когда руководитель настойчиво объясняет что нет вы автор но мы собственники раз мы вам платим зарплату за ваше рабочее время то эта собственность уже не ваша а вуза они соглашаются постепенно не сразу бухтят хитрят но постепенно соглашаются другие присваивают себе ну хорошо но присвоил ради бога но присвоил студентам все равно это же нужно вот такой ответ еще какие вопросы коллеги альбина хочет задать страшный вопрос или какую-то критику нет мотает головой нет коллеги ну что будем расставаться на сегодня хорошо поработали если вам понравилось вот это наше мероприятие приглашаю вас нас через неделю будет еще одно спасибо Мурманску Николаеву спасибо если вам что-то не понравилось тоже напишите если понравилось напишите пожалуйста в группе ваш отзыв что бы вы хотели еще можете добавить какие-то там выводы пожелания рекомендации если вы хотите с чем-то выступить какой-то своей темой тоже напишите мы это тоже сможем организовать я старался не только информацию давать но вот эти лайфхаки файл где взять файл где взять так ну куда ну в группе я его размещу какая тема на следующей неделе я бы хотел вот с вами посоветоваться мы хотели по школе поработать как вы считаете школа онлайн обучения для общего образования актуальна может быть мы сделаем иначе мы будем давать универсальные решения и для школ и для вузов более по шагам более просто тот же кейс в виде форума вот форум с элементами игры с возможностью оценивания взаимного оценивания просмотра оценок друг друга проиграть его может быть форум универсальный вот говорят универсальный форум он хороший в школе даже в детском садике ну в начальной школе в садике еще нет поменьше англоязычных лайков и факов лайфхаков я тоже их не люблю но просто из-за молодежи которая я тоже постарше употребляю секреты находки сам не могу придумать термин так что давайте напишите в обсуждении в группе что бы вам находки подсказывают какие находки нужны вот мы форум превратим в нашу находку не в мою а в нашу находку допустим следующий раз или находка как сделать глоссарий на оценивание и из него сделать тест из глоссария может быть такой вот момент и как и чтобы они делали тесты а мы отдыхали только оценивали хорошее нехорошее все может быть не успеем но вы пишите ваши мысли напишите пробально рейтинговую вот это рейтинговая система аналитики если вам это нравится и те термины которые те темы которые самые востребованные мы будем их в первую очередь с вами рассматривать доброго всего хорошего спасибо Оксана Юрьевна умница Любовь Валерьевна тоже о Николай из Мурманска привет я вас знаю много лет я вас не слышу Николай как дела я вас не слышу да нормально все Юрий Николаевич она ничем не отличается от остальных тем более вот эта неопределенность скажем так а неопределенность когда у человека неопределенность нет более нехорошего состояния скажем так не говори грубо более грубым языком спасибо очень рад и здорово понравилось спасибо Иван спасибо за содействие вы у нас как староста сегодня запускали теперь старосту надо постоянно кого-то открываем хорошо всего доброго всего доброго всего доброго до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...